Кискуль, привет! Я бегаю тросцой. Бегу по Амстердаму. Какая прелесть для пробежки. Вы знаете, такая свежесть, влага, холодок. Ощущается как 9. Погода 11, когда я выбежала. Ну, максимально сегодня 14. Бегу, как всегда, пока дождя нет. Вчера целый день лил дождь. Узнаю свой Амстердам. Нужно акклиматизироваться. Знаете, когда организм находится в жаре, вот я была 3 месяца, ну, считаю, в жаре. Ну, а попадаешь вот сюда, конечно, нужно 10 дней метаболизму. Метаболизму, чтобы перестроиться, какие-то резервы достать. В общем, знаете, есть такая фишка. Бурая жировая ткань. Вот она присутствует у зверей, которые спадают в спячку. Там, грызуны, знаете, вот этих, которые в норах живут. У младенцев. Вот. А у взрослого человека ее практически нет. Она есть у тех, бурая жировая ткань, кто живет на холодных окраинах каких-то вот стран, да, на севере. Кто занимается закаливанием, кто просто совершает пробежки, прогулки, прохладную, средне-холодную погоду, налегке, легко одетым. Такой жир, который называется бурой. Почему? Потому что в его составе много железа. Вот именно так окрашивают. В отличие от другого жира, от кожного или висцидарного, который беленький или желтенький сам по себе. Так вот, этот жирочек бурый, он прекрасно помогает акклиматизации. И он, основная задача его, он создает тепло метаболическим путем, так сказать. Берет глюкозу, берет жир и при окислении получается тепло. Знаете, как обогревочный такой аппарат. Вот он расположен на шее, если он есть, между лопатками. Зона вокруг почек, вокруг сердца, вокруг аорты, вокруг главных больших периферических сосудов. Ну, те, которые возле сердца. Основных таких вот. Где он еще? Под мышечными впадинами. В общем, он как стекловато окутывает вот эти трубы коммуникационные на трассе, трубы тепла, чтобы они бесперебойно работали, чтобы они не замерзали. И вот чем человек более закаленный, тем вот этот процент бурого жира у него больше. Потому что обычный жир, он просто дает энергию. Когда я вот бегу, худею, да, этот жирочек, мои запасы дают мне жирные калории для энергии, для топлива, чтобы двигаться. А бурый жирок, он работает по-другому. Он именно вырабатывает тепло, потому что жир дает энергию движению. То есть ты можешь двигаться, чтобы согреться. А бурый жирок именно запускает в печку. Он греет важные наши коммуникации внутренние. Можно провести такой эксперимент по акклиматизации и по тому, как терморегуляция происходит в организме. Взять двух статистически одинаковых людей по возрасту, по полу, да, одеть их одинаково. Но один будет северянин, а другой южанин. И дать им пройтись в умеренно холодную погоду, так легко одетым, просто по улице. Кто начнет дрожать от холода, потому что легко одетый первый, южанин. Ну, во-первых, потому что есть такая резистентность, устойчивость к холодным температурам. Это не секрет. Продолжают идти дальше. Дрожат. Дрожит сначала ежанин, потом начинает дрожать северянин, потому что умеренно холодная погода. А я, допустим, в рубашечке. Тот человек, который начал дрожать раньше, у него быстрее начнутся какие-то серьезные проблемы со здоровьем, если ему не одеться, не перейти в теплое помещение. Я сейчас расскажу просто физиологию вкратце, потому что вот эта самодрожь, это такая защита тела, метаболическое, непроизвольное сокращение мышц, они вырабатывают тепло. Автоматически, если человек молод и здоров, у него сужаются капилляры, сужаются сосуды. Они меньше отдают тепла коже, они больше сохраняют его для основных органов, которые нужны для жизни. А если кожа, допустим, наш орган, который 36,6, начинает охлаждаться, допустим, 35 температура кожи начинает становиться, это значит, что дрожь уже идет внутри. Дрожь запускается полным ходом для того, чтобы вырабатывать энергию, потому что в голове отвечает гипоталамус, это такой термостат. И вот он включает вот эти все моменты. Северянин жил и не просто сидел дома, он работал, в общем, вел активный образ жизни, находясь на улице какое-то время продолжительно. У него наверняка, наверняка есть достаточный запас этой бурой ткани, которая начинает при запуске гипоталамуса этого включения, вырабатывания дополнительного тепла для согреба внутренних органов, для хорошего кровообращения. Эта работа гораздо позже. То есть, значит, у него будет больше времени по расстоянию преодолеть, во времени продержаться, пока не появится тепло, одежда, да, чем у того человека уезжайного, которое раньше начало с дрожания. Значит, его гипоталамус раньше запустил вот эти непроизвольные сокращения мышц для выработки энергии. И вот таким образом происходит закалка и акклиматизация. Сделать себе побольше в организме от этого бурого жира, чтобы вырабатывал собственную энергию. Вот, кстати, можно продолжать дольше, бежать на холоде, да. Кстати, вот эта выработка внутреннего тепла, она говорит о том, что не отдаётся тепло коже, да, сохраняется больше внутри, и поэтому пробежки на холоде, любые долгие спортивные движения на холоде, просто легко одеты, они некомфортные, они опасные. Лучше одеться всё-таки в смарте, лучше одеться так, чтобы помочь сохраниться вот этому внутреннему теплу, чтобы он всё-таки и вырабатывался, но и пускал на кожу. Значит, пускал мышцы, значит, будет легче бежать. Значит, полностью оголённым в холод бегать нет смысла. Есть смысл только постоять, только в состоянии покоя, ну, допустим, постоять, окунуться, пройтись. Это будет комфортно и полезно для организма. Если начинается работа, кардио-работа, тогда нужно бельё спортивное для пробежек на свежем воздухе. Но есть об этом другие видео. Бурый жир будет у тех, кто закаляется, кто совершает различные физические упражнения, в том числе пробежки. Вот легко одетым, можно сказать, в шубе никто не будет бегать, да, в любую погоду, в осеннюю. Белый жир, он нарастает с годами. Бурый жир, он уходит. Потому что для бурого жира нужна физическая активность. Для всего, куда ни посмотри, нужна физическая активность. Сокалка. Я бегаю трусцой. КОНЕЦ Продолжение следует...